До такого состояния, знаешь, как бы овощной икры, что ли. Овощная икра мне очень нравится, потому что это лёгкое, очень вкусное блюдо, само по себе. Я люблю её вместе с хлебом на завтраке. Так, гренки чуть не подгорели. Ну ладно, ничего страшного. Всё, что требовало тепловой обработки, мы с тобой поджарили и протушили. Что мы с этим совсем с тобой делаем? Подай мне, пожалуйста, кунжут и кинзу. Так, и теперь кинзу. Камалья, я уверен, что просто все блюда, которые ты готовишь, очень вкусные, но самое главное в нашей программе не забывай, пожалуйста, о времени. У нас остаётся с тобой меньше часа, а блюдо ещё не готово. Уже готово. Теперь мы начинаем оформлять блюдо. Прежде всего украшаем листьями салата сервировочную тарелку. В центр кладём овощную икру, а вокруг неё тигровые креветки. Свободный край тарелки поливаем гранатовым соусом и, наконец, добавляем тост из чёрного хлеба. Вот так вот оно вышло. По-пакистански можешь сказать, что всё готово-то? Что всё готово, могу только сказать по-английски Ready, но... Чело, please. Закуска готова. И вот наступает самое интересное. Друзья, через несколько мгновений вы станете свидетелями, как появится на свет наш десерт. Давай. А десерт появится очень просто. Запечённую яично-молочную смесь вынимаем из противня и аккуратно отрезав неровные края, делим на порции. Выложенный на тарелку кусочек десерта украшаем цветочками из взбитых сливок и ягодами смородины. Добавляем свежую малинку и листик мяты. Вот и всё. Восточный десерт готов. Только тебе одной ведомо, как красиво представить этот десерт. Крем-карамель по-восточному. Сам салабин готово. Дорогие друзья, сейчас Камалия готовит сюрприз для своих гостей. Какое-то необычное основное блюдо. Это основное блюдо называется бириани. Рис с курицей и овощами. Слово бириани для меня незнакомое. Даже в каком языке, не знаю, это может звучать. Но, может быть, на хинди. Хорошо, что есть перевод, потому что слово само по себе красивое. Рис с курицей с овощами, ну, прекрасное, мне кажется, сочетание. На сайте у Камалии я прочитала, что она путешествовала, была в Пакистане или там где-то на востоке. Может быть, вот там она как раз и научилась вот такому экзотическому блюду. Мне кажется, что в бириане будет много приправ и пряностей. Будет очень острое и очень вкусное блюдо. Какие продукты необходимы для этого бириани? Да. Бириани. Курица, имбирь, чернослив, курага, лимон, кинза, зелёный лук, репчатый лук, чеснок, орехи, миндали, кешью, изюм, смесь приправ различных, это смесь разных перцев, тмина, аниса, куркумы, кориандра, помидорчики, картошечка, йогурт, натуральный и отваренный рис басмати. И для украшения пищевой краситель. Если мы будем с тобой готовить так же долго, как ты перечислила продукт, мы с тобой вообще ничего не успеем. Я тебе сразу очень хочу попросить, чтобы ты вот то, что вот здесь на тарелке видишь, нарезал. Я нарежу картошку, помидоры и ещё нарежь, пожалуйста, вот, потому что имбирь, он такой очень твёрдый, его тяжело нарезать. Мне кажется, это будет что-то сродни плова, или ещё есть блюдо такое, безжибармак, но не похоже, конечно, но я надеюсь, хотя бы привкус будет такой. Ну а мы с тобой нарезали всё, что можно было нарезать. И что сейчас делаем? Идём к плите и бегом. И даже не бегом, а прыжками времени вообще не остаётся. Прыжки давай. Я представляю себе, что это исключительно тушёное блюдо. Мне кажется, это блюдо будет напоминать плов, но с таким восточным уклоном. Итак, сейчас для Камалий тест настоящей хозяйки, потому что только настоящая хозяйка за такое короткое время может приготовить основное блюдо. Ну что, если ты готова, то на старт. Маня, марш, давай! Лук! В разогретую сковородку первым отправляем репчатый лук. Мы привыкли к европейской кухне. Когда мы обжариваем лук, он слегка жёлтенький, золотистый. А здесь должен быть золотисто-коричневый. Как только лук готов, выкладываем половину на тарелку и пока оставляем. К оставшемуся луку добавляем кусочки курицы и немного имбиря с чесноком. Хорошенько перемешиваем и слегка обжариваем. Это настолько традиционное пакистанское блюдо, что ни одна свадьба пакистанская и индийская не обходится без этого блюда. Теперь в сковородку выкладываем картофель. Вливаем стакан воды и добавляем восточные специи. Ого! Ничего себе ты смелая девушка! Так обращаешься со специями. Да, но уже проверено. Многие хозяйки хранят специи прямо возле плиты. Казалось бы, так удобнее. Во время готовки всё под рукой. Ошибочное мнение. Оказывается, от тепла ёмкости с пряностями нагреваются, и эфирные масла улетучиваются быстрее. Так что держите специи подальше от солнечного света и тепла, и так они не потеряют свой вкус и аромат. А сейчас добавляем йогурт. Следом за йогуртом высыпаем в сковородку дольки лимона и порезанные помидоры. Перемешиваем и даём немного протушиться. Может быть, мы сразу добавим сюда в сковороду все наши сухофрукты, я не знаю, орешки, которые остались. Они перетушатся, и они превратятся в кашу. Поэтому нам нужно немножечко ещё подождать, чтобы буквально помидорчики притомились чуть-чуть, картошечка, и только потом мы можем всё остальное закидывать. Мне хотелось бы увидеть овощи здесь сначала предварительно как бы обжаренные на сковородке, мелко порезанные, а потом уже перемешанные с рисом. Камаля, я сейчас нахожусь в трепетном ожидании, что же произойдёт. Успеем или не успеем? Давай сюда зелень. К протушенной с овощами курицы добавляем порубленную кинзу и зелёный лук. Затем измельчённый миндаль и орехи кешью. Остаётся отправить в сковородку сухофрукты, курагу, чернослив и изюм. Теперь это мы всё немного перемешиваем. У нас есть вторая сковородка, и мы на неё сейчас будем выкладывать слоями всё это произведение. Первым слоем будет только что приготовленная курица. Сверху выкладываем отваренный рис басмати. Далее повторяем слой курицы и снова слой риса. Слегка утрамбовываем, сбрызгиваем пищевым красителем и посыпаем оставшимся жареным луком. Наше блюдо готово. Как, всё? Всё! Осторожно! Ты что? Представляй быстрее, время! Холодный! Где? А-а-а! Давай, давай, представляй, говорю! А-а-а! Всё, всё, забыла! А-а-а! Деря, не по-бенджапски! Рис с курицей и овощами! Дю-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Я тебе сейчас попрошу мне помочь. Дай, пожалуйста, будильник. Мы должны зафиксировать твою удачу. На часах ровно шесть, а это значит, ты успела. Ровно шесть часов вечера, все три блюда готовы. И я очень надеюсь, что всем твоим гостям понравится и гостеприимство, и твои блюда. Ну, мне уж точно будет интересно во время десерта узнать, как у вас всё случилось. Пока и удачи. А я тебя буду ждать. Вы смотрите второй званный ужин супер-игры. Миссис Мира 2008 Камалия приготовила для своих гостей пакистанский вечер. Но они пока не в курсе, что их ждёт. Добро пожаловать, дорогая. У нас сегодня пакистанская вечеринка. Камалия, красавица. Это вот как долгожданные гости. Танюшенька, ещё к пакистанской вечеринке вот такая вот есть атрибутика. Ой, спасибо. Иди познакомься с ней. Если тебе понравится, можешь одеться. Я буду очень рада. Обязательно. Идём? Да, конечно. Мне было очень приятно, что мой путь, вход в её дом был устлым, лепестками рос. Это хорошая восточная традиция. Добро пожаловать. И вы с цветами. И я вас с начала, потому что у нас пакистанская вечеринка. И у нас дорогих гостей встречают вот таким образом. Когда Камалия предложила мне одеть национальные одежды, это было, конечно, неожиданно, но мне это очень понравилось. И эта тема сразу же мощно зазвучала. Тема вечера. Вау! Тут не вау, тут ау! Слушай, классно. Посмотри, какая квартира. Так, 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 это кто это у нас?